Здравствуйте! Как родитель может зарегистрировать школьника в проекте «Код будущего» от Фоксфорда? Если вы родитель, ребенка, которому меньше 14 лет или у него нет паспорта, вы можете сами записать его на курс. Давайте посмотрим, как это сделать. Для начала нужно перейти по ссылке на страницу курса «Игры на Python. От идеи до продвижения» на портале Госуслуг. Далее нужно выбрать место проведения. В правом верхнем углу нажмите на «Выберите». Теперь нужно выбрать свой регион, например, Московская область. Вводим в строке поиска региона «Московская область» и жмем «Интер». Под строкой поиска синим цветом должно отобразиться название вашего региона. Отлично! Кликаем на это название. Найдите свою школу в открывшемся списке. Отметьте ее. Теперь вам нужно пролистнуть список до конца и нажать там на кнопку «Подтвердить». Получилось? На открывшейся странице в блоке справа отобразится выбранная вами школа. Если школа указана неверно, нажмите «Изменить» и выберите свою школу. Все верно? Отлично! Нажмите «Записаться». Поздравляем! Вы прошли первую часть регистрации. Если вам не удалось найти свою школу, напишите нам об этой проблеме на почту info.sobako-цифриум.ru Напоминаю, заявку на участие в программе можно подать только на ученика 8-11 класса. Все другие заявки будут отклонены, а подать заявку повторно будет невозможно. Будьте внимательны! Авторизуйтесь через учетную запись госуслуг на открывшейся странице. Для этого вы должны иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Введите всю необходимую информацию, следуя инструкциям. Важно заполнять заявку, указывая не свои данные, а ребенка. Если вы заполните заявку на себя, такая заявка будет отклонена, а ребенку отказана в обучении. Будьте внимательны при заполнении заявки, указывайте только актуальную почту, к которой вы имеете доступ. Если вы все-таки ошиблись, пожалуйста, обратитесь в поддержку госуслуг. После перехода в анкету вам будет предложено выбрать роль. Выберите «Родитель». Далее нужно ответить на вопрос «Исполнилось ли ребенку 14 лет?» Если ребенку уже есть 14 лет, ответьте на вопрос «Есть ли у него паспорт?» Если у ребенка есть паспорт, нажмите «Да». В следующем окне появится информация о необходимых для заполнения анкеты данных. Также на этой странице есть информация о дальнейших шагах. Изучите информацию и нажмите «Перейти к заполнению». Заполните личные данные ребенка и загрузите справку об обучении. Если ребенку исполнилось 14 лет, но нет паспорта, нажмите «Нет». В следующем окне изучите информацию о необходимых документах и дальнейших шагах. Нажмите «Перейти к заполнению». Введите личные данные ребенка и загрузите справку об обучении. Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, нажмите «Нет». В следующем окне изучите информацию о необходимых документах и дальнейших шагах. Нажмите «Перейти к заполнению». Заполните личные данные ребенка и загрузите справку об обучении. Справка должна быть оформлена на бланке Общеобразовательной организации и содержать следующую информацию. Обратите внимание, если вы загрузите другой документ, ваша заявка будет отклонена. После загрузки справки нажмите «Отправить анкету». Отлично, у вас получилось! После отправления заявки вы получите на почту подтверждение с указанием статуса заявки. Будьте внимательны при указании почты. Пишите только ту почту, к которой у вас есть доступ. Если в написании почты будет допущена ошибка или указан неактивный адрес, вы не сможете подать заявку еще раз. Следующий шаг совсем простой. Подождите несколько дней, пока заявление пройдет проверку на госуслугах. Если вам не приходит письмо с подтверждением регистрации, проверьте, какую почту вы указали при регистрации на портале госуслуг, а также проверьте папку «Спам». После рассмотрения заявки вам на почту придет письмо со ссылками на подтверждение регистрации и входное тестирование. Необходимо не только подтвердить регистрацию, но и пройти входное тестирование. Если ученик не пройдет тестирование, его не смогут зачислить на курс. Чтобы получить место на курсе, ученику необходимо как можно быстрее пройти тест. Максимальный срок – 5 рабочих дней с момента получения. После успешного прохождения тестирования вам на ту же электронную почту придет приглашение на обучение на курсе «Игры на Python. От идеи до продвижения». Поскольку ученик подключается к программе сразу на второй модуль, ему необходимо до его окончания сдать аттестацию за первый модуль. Ученик может сдать ее до 1 марта. Аттестация за первый модуль находится между заданиями модуля 1 и модуля 2 в учебном курсе. Если у вас возникли трудности или остались вопросы, свяжитесь с нами по телефону или в мессенджерах. Для этого нажмите на значок «Сообщение» в правом нижнем углу страницы сайта. Желаем успешной регистрации в проекте!